Меня зовут Тимофей Голев. Здравствуйте. До важного политического события выборов депутатов Можилица парламента и Маслихатов остается всего три дня. В субботу наступит день тишины, а избирательные участки по всей стране откроются 19 марта в 7.00 и завершат работу в 20.00. Какую явку ожидают политологи и как оценивают агитационную кампанию? На вопросы ответит Канат Канафин. Он политолог Павлодарского государственного педагогического университета. Там работает наш гость, гость нашей сегодняшней программы. Вам добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад приветствовать Канат Кинаятович. Вас и ваше экспертное мнение нам очень важно. Надеюсь, зрителям тоже будет интересно услышать. Историческое ведь событие? Конечно. Вообще уже на, скажем так, за годы независимости Республики Казахстан прошли 8 избирательных кампаний, посвященных именно выборами депутатов Можилица парламента. И это очередные девятые, по счету, можно сказать, выборы. Они являются очень важными с точки зрения именно продолжения демократизации политических реформ, объявленных в прошлом году президентом Республики Казахстан Касаржамат Каминовичу Такаевым. Что очень важно с точки зрения именно выборности, выборного процесса? Это то, что впервые, можно сказать, за историю Казахстана выборы проходят по смешанной системе, то есть по мажоритарной и по партийным спискам. Это очень важно с точки зрения того, кто и как пройдет в парламент. То есть понятно, что если раньше в основном партии должны были преодолеть 7% барьер, прийти в парламент и назначить там своих депутатов, и, соответственно, они определяли всю политику или программу действующей работы действующего парламента, то сейчас именно возможность участвовать в мажоритарной системе, то есть возможность принять участие независимых кандидатов, очень сильно, скажем так, усиливает с точки зрения именно политологии парламент. То есть в парламент могут прийти совершенно независимые от партии, от государства, от бизнеса люди, которые могут по-настоящему защищать интересы казахстанского народа. Это очень-очень... Это очень важно, говорите вы, действительно, историческое событие. Дорогие зрители, не случайно сегодня мы вас пригласили к экранам телевизоров. Буквально уже 19 марта выборы, и поэтому я думаю, что и гость нашей программы, политолог Канад Канафин призывает вас тоже все-таки исполнить свой долг гражданский, не просто просидеть в воскресенье дома. Конечно, я обращаюсь к нашим, ко всем избирателям, избирателям нашего Павлодарского региона, не только с просьбой, но и желанием, как говорится, поучаствовать, проявить свой, как говорится, гражданский долг, показать, что мы есть состоявшееся общество, а не простая масса населения или там сообщества. Мы должны прийти обязательно на выборы и выразить свое мнение, показать свое участие в процессе построения государства. Вообще, в государственных процессах должен принимать активное участие народ, народ Казахстана. Я всех приглашаю, всех призываю именно принять участие в этих выборах. Вот таким вот образом, ну, два месяца, по большому счету, времени на агитацию тоже было отведено определенное количество. Скажите-ка мне, время тишины, не случайно ведь оно регламентировано, агитация просто в один момент в субботу закончится, и сутки они даются ведь не для кандидатов, а именно для избирателей, чтобы осмыслить и сделать правильный выбор? Да. Это мировая практика, которая уже закрепилась уже на протяжении века, можно сказать, для того, чтобы люди, ну, мы понимаем, что человеку обязательно нужно время обдумать, обдумать и принять решение, за кого он будет голосовать. Он должен будет посмотреть еще раз, посмотреть, или, скажем так, прокрутить в голове, или там, как это сейчас принято в интернете, в соцсетях, те вот слова, те выступления, те обещания кандидатов, сравнить их, и принять определенную позицию, выработать определенные решения для участия в выборах. То есть, именно человек, ну, сами знаете, существо такое, он должен всегда думать. Я думаю, действительно, я существую. Поэтому именно вот эти сутки тишины даются для того, чтобы он принял непосредственное твердое решение, за кого он отдаст свой голос. За кого он отдаст свой голос? Ну, знаете, вы говорите о том, что и мы сегодня говорим, что это историческое событие, так оно еще и интересное тем, что пять бюллетеней будут предложены нашим избирателям, они будут цветные, вы прекрасно, дорогие зрители, об этом знаете, мы информировали вас неоднократно в новостях. Пять бюллетеней. Напомним еще раз, почему столько? Да, почему столько? Ну, во-первых, мы скажем, что в крупных мегаполис, таких как Алмата, Астана и Шимкент, там будут разданы гражданам четыре бюллетня. Почему у нас? Потому что, ну, во-первых, в первых двух бюллетнях, если мы вот будем когда их смотреть, там будут именно указаны партийные, то есть вы отдадите голос за ту партию, которая вам больше всего понравилась, по душе. Второй – это за, скажем так, за представителей этой партии. Третий – это за, скажем так, одномандатников. Четвертый – это за областные. Ну, и пятый – это за городские и районные Маслехаты. То есть вся вот эта вот избирательная кампания как раз построена на то, чтобы мы смогли выбрать своих кандидатов, своих депутатов именно и на республиканском, и на местном уровне. И на местном уровне. Потому что, как мы всегда говорим, выборы Маслехата, мы жили из парламента и Маслехата всех уровней. То есть одновременно в один день, 19-го числа, это историческое событие произойдет. То, что произойдет, выберут сразу же органы представительной власти и в каждом районе, и в каждом городе. Да, да. В наших двух крупных городах. Это Павлодары, Кебастусы, Аксу, это, конечно. А вот про молодежь. Скажите, пожалуйста, вы человек, который в этой сфере университетской, скажем, таким вот образом, да, постоянно видите, слышите, вероятнее всего, с каким настроем сегодня молодежь, какую мы можем сегодня отдать долю уверенности, что придут они к нам, тоже в 19-го числа на участке? Очень хороший вопрос. Как раз я вот сегодня думал об этом. И в качестве небольшого такого блица социологического опроса провел опрос в своей группе студентов Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана о том, что, как они относятся к этим выборам, их мнение и придут ли они. И вот этот маленький опрос, проведенный в двух группах, четко показал, что наша молодежь, она уже готова, она созрела и она уже имеет свое четкое представление о, скажем так, электоральном процессе. Единственное, конечно, что тут есть маленькие свои нюансы в том плане, что они очень хорошо знакомы с линией программы партии, то есть они прекрасно понимают их идеи, где-то разделяют эти идеи по партийной программе, но пока еще вот слабо знакомы вот именно с позицией, скажем так, региональных кандидатов-депутатов. Ну, я думаю, за эти вот остальные три дня все-таки должны наши вот региональные павлодарские все-таки кандидаты в депутаты павлодарского и масляхата и городских районных больше проявить активность, больше проявить себя, показать и, ну, и как-то вот напомнить, что ли, о себе. Вот таким вот образом. То есть вот здесь все-таки небольшой, да, вы наблюдаете? Здесь, да, здесь, ну, это связано с тем, что, во-первых, ну, конечно, понятно, что был маленький срок по времени, и, собственно говоря, как бы вот эта вот ситуация, она, в принципе, она разрешима, это нормально. Как я уже говорил, эти выборы, это очень, первый блин комом. Всегда бывают какие-то определенные шероховатости, но они в процессе, я думаю, вот этого электорального процесса, они найдут свое какое-то определенное финальное завершение и сыграют на пользу, прежде всего, и избирателям, и кандидатам в депутаты. И опять же, есть время, еще есть время, дорогие наши зрители, вы прекрасно видите, выходя из подъезда, идя по городу, билборды, где только невозможно, и где только возможно, расклеена наглядная агитационная информация с программами, с платформами, с портретами. То есть время, на самом деле, есть, и я считаю, все-таки, что, несмотря на сжатые сроки, в любом случае, мы получили информацию о том, что это, действительно, кто этот человек, откуда он, собственно говоря, ну, не говоря уже о партиях. Март месяц. Вообще, вот есть такое ли понятие, ну, особенно с нашими климатическими условиями, в политологии, или если просто понаблюдать за прошлыми кампаниями, как весна может сказаться на явку избирателей? Допустим, зимой сильно холодно, вдруг не хотят там одеваться, морозиться и прочее, хотя это в помещениях. Вот 19 марта. Или погода здесь не играет роль? Ну, я думаю, что погода, конечно, играет определенную роль, но это, я считаю, что служит своеобразным фоном вот этой вот политической борьбе. Ведь не забываем о том, что президент в прошлом году открыто сказал, что мы должны проводить политические реформы, мы должны проводить вот именно реформирование всей нашей политической системы. И я думаю, что в большинстве граждане все-таки откликнутся на этот призыв и, по большому счету, как говорится, примут правильное решение, несмотря на какие-то климатические изменения, там, ветер, дождь, снег, все что угодно может произойти, но все-таки они должны будут прийти и отдать свой голос. То есть проявить свой гражданский долг, проявить свое вот именно понимание, что в стране действительно нужны коренным образом провести какие-то определенные политические изменения. А вообще вот такие прогнозы, иначе это будет? А, иначе, ну, мы до сих пор так и останемся вот именно в той самой, скажем так, системе, которая, ну, строится на непотизме, на олигополии и так далее и тому подобное. Мы должны коренным образом все это менять. Ну, и, соответственно, как мы говорим, важен голос каждого. Прогнозы в процентах каких-то благодарные, неблагодарные дела. Как вы предполагаете? Вот вы говорите, погода влияет, не влияет, надеемся, что люди придут. Как явка, сколько может составить? Делают вообще кто-нибудь такие? Да, вот такими уже исследованиями занимаются непосредственно, скажем так, неправильственные организации. Я уже читал, знаком с данным исследования. По разным данным, то есть там, не буду рекламировать и непрестиваться, но скажу, что в среднем явка предполагается на уровне 60-70%. То есть это очень хорошая явка и с точки зрения тех же самых демократических стран, где в целом сейчас уже в настоящее время интерес к выборам постепенно уже окончательно падает, то в Казахстане, я думаю, что интерес именно к этим выборам, предстоящим выборам, будет очень-очень большим. А обычно голосуете в какое время? Скажите, в время проснулись, с утра побежал или как? Обычно я голосую с утра, да. То есть это мое вполне возможно воспитание, которое было всегда во мне вложено. Ну, я все можно сказать, я бывший комсомолец, пионер и так далее. Нас всегда учили проявить свой гражданский долг, свою гражданскую позицию как можно раньше. То есть утром проснувшись, я позавтраку и всей своей семьей, конечно, мы пойдем на избирательный участок. Семьей, то есть событий для всей семьи. Конечно, конечно. То есть это для нас очень важный шаг. Я считаю, что вообще вот это вот, я говорю, эти выборы, они должны очень важно, скажем так, сыграть роль. В свете, вот все прекрасно понимают, что в свете, скажем так, окружающих нас событий, или, скажем так, в свете последних событий, да, мы прекрасно понимаем, что нам сейчас для того, чтобы не остаться, скажем так, вот в каком-то определенном политическом вакууме или оказаться заложниками определенных, скажем так, политических игр, нам просто необходимо проводить политические реформы, показать мировому сообществу, что мы созрели для этого, мы готовы к этому. И наша задача именно стоит в том, чтобы быть непосредственно в ряду тех самых демократических стран. Это очень важно с точки зрения бизнеса и экономики. Мировое сообщество, мировые инвесторы всегда смотрят на ту страну, где на самом деле происходят процессы демократизации. Именно туда идут все деньги. И сейчас, когда мы покажем мировому сообществу о том, что мы созрели к этому, мы готовы к этому, я думаю, бизнес должен, это мировой бизнес, и, скажем так, крупные акулы, или, как сказать, капитализм, на это откликнутся и начнут вкладывать еще больше денег в наш. Все здесь понятно. Вы, дорогие зрители, помните, пожалуйста, да, наверное, вы и знаете, что с 7 утра и до 20.00 будут работать избирательные участки. Вот в это время, 19 марта, стоит на самом деле, даже если это будет не 7, не 8, не 9, но целый день будет впереди прийти на свои избирательные участки. Я говорю с нашей программы, политолог, Анад Канафин, вот он со всей семьей говорит, что как только проснется, позавтракает, ты явится на участке. Ну, с кем-то из вас, дорогие зрители, он увидится тоже на избирательном участке. Ну, я с вами, с кем-то тоже там обязательно повстречаюсь. Вам огромное спасибо за комментарии, за ваше авторитетное мнение. Будьте здоровы и спокойной ночи вам. Спасибо большое. До свидания. И на сегодня это все. С вами был Тимофей Голев. До встречи в ближайшем выпуске программы «Интересно знать». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова